Здравствуйте! В эфире первого «Единая страна» и с вами ее ведущий Владимир Карагеор. Сегодня мои гости Виталий Кулик, директор Центра исследований и проблем гражданского общества, Игорь Каминник, исполнительный директор Бюро социальных и политических разработок. Сегодня мы говорим о состоянии гражданского общества в Украине. Как вы оцениваете, господа, состояние этого? Насколько все плохо? Ну, вы знаете, совместно с общественным объединением «За демократию через право» мы подготовили исследование, доклад, в котором фактически дана характеристика основных тенденций, которые существуют сейчас в процессе становления гражданского общества. В первую очередь мы говорим о том, что есть тенденция, связанная с тем, что происходит пробуксовка системности разработки и стратегирования развития гражданского общества. Президент, к сожалению, внес изменения в стратегию государственной политики поддержки развития гражданского общества, ликвидировал Координационный совет развития гражданского общества в Украине И таким образом выключил механизм контроля и мониторинга за реализацией стратегии. С другой стороны, мы видим накопление негативных тенденций. Во-первых, есть тенденция к сокращению или сужению пространства свободы, то есть наступлению на права человека, связанное с мирными собраниями, связанное с забастовками, связанное с тем, что власть системно, партии проправительственной коалиции пытается внести изменения, которые сужают права человека через принятие новых законов. Например, ограничивают проведение мирных собраний, вводят понятие проплаченные митинги, не давая четкой категории, что это такое, как они поделяются, и создавая пространство, где можно манипулировать термином проплаченные митинги. Таким образом можно было обвинить целый Майдан в том, что это проплаченные мероприятия, и пересадить кучу людей. Подобные инициативы становятся очень частыми. С другой стороны, есть тенденция к милитаризации гражданского общества, когда и влияние негосударственных вооруженных формирований на гражданский процесс, на участие добровольческих батальонов, ассоциаций разнообразных комбатантов в формировании общественных инициатив, советов и так далее. Все это играет негативную роль, создает негативный бэкграунд для развития гражданского общества. Третье, это попытка постоянно ревизии уже принятых законопроектов, которые, наоборот, расширяли возможности для благотворительных организаций, волонтерских организаций и так далее. Недавно были внесены попытки внесения изменений в законы про волонтерство, которым возвращался назад статус волонтерской организации, и создавалась новая бюрократическая процедура получения этого статуса. Это тенденция к тому, что, несмотря на то, что есть декларация о необходимости дорегулирования деятельности общественных организаций, наш законодательный орган, Верховный Союз, принимает решение о том, что необходимо общественным организациям подавать некую форму 4, которая определяет выгода получателей, выгода получателей от деятельности гражданской общественной организации. Дело в том, что общественные организации – это неприбыльная организация. Общественные организации могут иметь одних основателей, которые давно уже не являются членами этой общественной организации. Но в результате того, что до 25 мая будут сроки подачи этой формы 4, огромные очереди, истерики, инсульты, инфаркты, скорая помощь, драки, огромный скандал, парламентарии после этого отстрачивают на 4 месяца подачу формы 4 и вносят изменения, которым необязательно привносить общественным организациям эту форму 4. Зачем было создавать глобальную проблему, зачем было создавать главную боль для общественной организации и утруднять их деятельность для того, чтобы кто-то получил какой-то коррупционный гешефт, небольшой. – Игорь, согласны ли вы с этим состоянием, и что вы можете добавить? – Ну, я согласен с общих характеристик, хотя бы не оценивал бы, хорошо или плохо, я бы оценивал с точки зрения эффективно или неэффективно. Потому что на самом деле все говорят, что слияние бизнеса с властью – это хорошо, а вот это плохо, и это приводит к каким-то коррупционным моментам, а вот слияние власти с гражданским обществом – это хорошо или нет? Когда гражданское общество просто заменяется в власти или пытается как бы заменить, или становится каким-то площадкой для продвижения во власть. Ну, мы с Виталием по поводу координационного света при президенте, по гражданскому обществу при президенте Виктория Федоровича дискутировали достаточно давно. На мой взгляд, те организации, которые входили в этот координационный свет, в принципе, содействовали созданию такой вертикали гражданского общества под администрацией. Потому что был создан корт-совет, который выбирался абсолютно, ну, скажем так, по желанию администрации. Были созданы общественные советы при центральных органах исполнительной власти, которые также каким-то образом были связаны с координационным советом. Были приняты постановления 10.49 о финансировании проектов общественных организаций, которые были привязаны в своих определениях, ну, по порядку, были привязаны к общественным советам при обл. администрациях, ну, губернаторах. Поэтому в данной ситуации, как бы, вопрос, общественные организации должны подменять собой, скажем так, власть, или они должны как-то противостоять власти, или вообще, что они должны делать во взаимоотношениях к власти. Потому что сейчас, ну, как бы, на мой взгляд, осуществляется такая политика. За ваши деньги любое партнерство. Грантовая программа или общественная организация с донорскими деньгами приходит к власти любого уровня. Говорит, давайте-ка мы там сделаем элементы гражданского общества внедрить. И говорят, деньги есть? Давайте внедрим. И мы видим, как вот... В рамках этого вот очень много экспертов говорят о волонтеризации, ну, там, кроме милитаризации, волонтеризации общества. И на сегодняшний день, по сути, мы наблюдаем процесс, когда те вещи, которые должно исполнять государство, исполняют, по сути, элементы гражданского общества, общественные организации. К чему это может привести? Ну, то, что мы уже обсуждали, что в общественных организациях есть, как бы, две таких задачи. Это общественно-политическое, это влияние на власть, это противостояние власти, это, как бы, борьба с коррупцией и так далее. И социально-экономически, то есть, когда организации работают на целевые группы, когда перераспределение ресурсов и услуг. В данной ситуации общественные организации, это было видно по многим структурам, они сильный перекос в общественно-политический. То есть, есть парамилитарные объединения, а есть параполитические объединения. То есть, большинство общественных организаций, которые сейчас занимаются реформами, Это параполитические объединения, которые, в принципе, подменяют собой несовершенствованную политическую партийную систему в Украине. Поэтому вопрос, что они должны делать. Кстати, вот приведенный пример Виталием в форме номер 4. Ведь инициаторами разработки этого законопроекта выступили общественные организации, реанимационный пакет реформ. Там у них еще есть много интересных разработок, которые, на мой взгляд, тоже не совсем адекватны. Но это яркий пример, когда общественные организации под грант пытаются еще больше усилить власть, то ли борьба с коррупцией. То есть существует некое непонимание общей модели того, какое государство мы строим с одной стороны. И непонимание, как можно строить, например, общественно-политические аспекты, не учитывая социально-экономические аспекты. Но я хотел бы сказать так, что в отношении волонтеризации, в отношении подмены государства. Дело в том, что в нынешних условиях, в нынешнем мире государство постепенно сужается, скукоживается и теряет определенные сектора, которые раньше присутствовали монопольно. Поэтому социальные услуги, некоторые экономические процессы, межсекторальное взаимодействие переходит в общественный сектор именно гражданского общества. Это нормально. Чем меньше государства, тем больше гражданское общество, тем лучше развивается страна. Тем меньше мы ощущаем давление и прессинг со стороны бюрократической машины, со стороны аппарата угнетения. С другой стороны, непонимание понимать, что в условиях, когда политикум явно запаздывает на 3-4 параметра от гражданского общества, да, общественные организации иногда себя чувствуют политическими проектами, потом ими становятся. И пытаются подменить или быть первыми генераторами до политики, до осмысления, до систематизации политики, пытаются вносить некоторые изменения. Но в чем главная опасность? В том, что некоторые инновации, которые сейчас подталкиваются через парламент, они не вписываются или идут в диссонанс с некой системой государственной политики, содействия гражданскому обществу. Когда-то в стратегии госполитики поддержки гражданского общества была позиция обязательной подготовки доклада, аналитического доклада Института стратегических исследований, где показывается общая картина развития гражданского общества, в том числе правовое регулирование. Происходило осмысление мониторных политических и правовых процессов, а также практик. Сейчас президент выключил этот механизм, убрал этот доклад, поэтому мы выступили с инициативой написания такого доклада от неправительственных экспертов, потому что нет общей картины развития. Есть некий миф о том, что у нас все хорошо с правами человека. После Майдана у нас все отлично с правами человека. Мы доказываем, что не все так хорошо в датском королевстве. У нас есть масса проблем, где идет наступление на права человека. Более того, не принято ни одного системообразующего закона или решения в отношении расширения пространства свободы, расширения прав человека. Я уже не говорю об обещаниях принять права человека третьего поколения, например, право на интернет. Об этом даже Конституционная комиссия не обсуждает. Хотя мы в Конституционной ассамблее и в Конституционном совете об этом говорили. До сих пор не принято главные законы, которые определяют реформу местного самоуправления. Это местная демократия, демократия участия. Закон о референдуме, закон об органах самоорганизации населения, закон о конференциях, собраниях по месту жительства, закон о новой редакции, закон о местном самоуправлении, закон о местных инициативах, гражданских слушаниях и так далее, которые должна была бы, те из законопроектов, должны были бы принять раньше, чем переспределение полномочий в рамках реформы местного самоуправления. Этого не было сделано. Более того, идеологи реформы дестерализации сейчас искусственно убирают со всех документов, понятия демократия участия и уходят в предметной дискуссии по этому вопросу. Тут есть один момент, что общественная активность, не хочу сказать излишняя, но общественные организации иногда становятся инструментом управляемого хаоса. Ну, поскольку, понимаете, одна сила может создать десяток общественных организаций, которые будут говорить одно, вторая сила, эти организации сталкиваются между собой, продвигают различные интересы. И поэтому в какой-то степени, мне кажется, тут должен быть баланс. Баланс между абсолютной свободой и какими-то нормами и порядками для того, чтобы можно было как бы стабилизировать ситуацию. Поэтому я согласен с тем, что происходит некое наступление, но в то же время я понимаю, чем это продиктовано. Поэтому здесь нужно действительно вести дискуссии и по каждому конкретному моменту. Я согласен также с Виталием, что все те реформы, которые сейчас делаются, в них вообще нет социальной составляющей. Ну, вообще, и это парадокс. То есть мы делаем реформы для кого? Мы не учитываем ни социальный диалог, мы не учитываем ни реформирование социальной сферы. То есть такое впечатление, что делается некая красивая картинка, которая никак не привязана к социально-экономическим аспектам и социально-экономическим проблемам. И вот то, что не были приняты законы о местном самоправлении, это продолжение той же практики. Мы меняем все сверху, а внутри мы будем стараться все оставлять. Какие, чтобы управлять этим процессом? Ну, например, если говорить о праве на свободу мирных собраний, недавно было опубликовано исследование, где анализируется решение судов и местных органов самоуправления. И мы видим просто, маразм укрепчает в некоторых вопросах, например, запрет для проведения акций протеста возле админзданий. То есть где-то проводить акции протеста, где-то за городом в отведенной территориях. Такой же была практика. И это ни к чему хорошему не приводит. Отдавать на утверждение местных советов, органов местного собрания, исполкомов решение о регулировании мирных собраний, местных инициатив, местных референдумов или общественных слушаний, это значит сделать так, чтобы этого никогда не происходило. Ни местных референдумов, ни общественных слушаний, ни общественной экспертизы. И необходимо, да, это регуляция через законодательство, но это необходимо делать, потому что, к сожалению, у нас общество привыкло, в том числе органы власти, привыкло жить не по верховенству права, не по практикам, а по писанным инструкциям и документам. На каждый закон есть нормативный акт, на каждый нормативный акт есть куча инструкций, на каждой инструкции есть приписка. То есть инструкция по пользованию туалетной бумаги является нормой и нормальной практикой каждого чиновника. В этом, конечно, есть доля истины, но я хочу сказать, что и самые общественные организации, которым нужно постоянно создавать какие-то законы, особенно аналитические центры, тоже в какой-то степени виновны в огромном количестве различных нормативных документов, которые противоречат, скажем так, друг другу. И тут еще такой вот момент. Для того, чтобы произошли изменения, должна быть сначала инновация, которая через технологию встраивания в общественно-политическую жизнь переходит в некую традицию. А у нас же получается, что общественные организации каждый раз какую-то инновацию делают. И это как бы такое колесо, постоянно колесо инноваций. В 2000 году приняли социальный заказ, и в городах он начал работать, и общественные и благотворительные организации, и другие организации получали спокойно деньги. Приняли 1049, запретили благотворительным организациям получать деньги, и теперь борются за то, чтобы благотворительные организации на местном уровне получали бюджетные деньги. Вот скажите, вот эти вот новшества и инновации, кто это делал? Комсомольский принцип создать барьер, а потом героически его преодолевать. И это делается за деньги доноров? Кстати, о новациях. Недавно был принят закон об электронных петициях. То есть мы сейчас можем собирать подписи в электронном виде и подавать петиции в органы власти, которые обязательно должны рассмотреть. Но перед этим был принят закон о доступе к публичной информации. И согласно этого закона каждый центральный орган специальной власти, в первую очередь министерство, должны были иметь на своих сайтах раздел «Доступ к публичной информации». У нас сейчас все министерства имеют такой раздел, кроме одного министерства. Министерство информации. Почему-то Минстед убрал этот пункт и эту позицию «Доступ к публичной информации». Возможно, у Минстедца нет публичной информации и не нужен доступ к этой информации. Но недавно также был проведен эксперимент информагентством «Украинские новыны» с попыткой получить публичную информацию от министерств. Оказалось, что только 30% ведомств и министерств готовы пятидневный срок дать исчерпывающие ответы. 17% ведомств и министерств отказываются или игнорируют вообще заплаты о получении публичной информации. Не работает пункт закона о устном запросе на публичную информацию. Не работают эмейлы ряда министерств и ведомств. Они заблокированы или на них никто не отвечает. То есть новации, которые внедряются, они не продумываются механизмами их реального выполнения. Красивая идея в теории, она замечательная. На практике реализации оказывается просто ужас, так как было с этим законом о беницифарах общественной организации и форма 4. Хорошо, если мы говорим, что проблема есть в основном со стороны государства, но также существуют проблемы и в самом гражданском обществе. И можем ли мы говорить о том, что оно в Украине вообще существует? Вы знаете, оно существует, это факт. Оно достаточно стабильно развивается, я сказал бы больше, оно опережает государство. Но с другой стороны, часть политиков рассматривают гражданские общества, в первую очередь, как общественные организации, как некие, я согласен с Игорем, параполитические проекты. Называется общественная организация громким названием, после этого некоторые периоды времени существования ее как общественной организации или центра. Потом оказывается, что это уже партия, которая перерегистрирована. Либо руководители уходят в Верховную Раду, это организация. И используют бренд общественной инициативы в качестве накрутки политических, получения политических дивидендов. Да, коррумпированность, коррупция в гражданском обществе есть. Так же, как есть такое понятие, как грантоедство. И об этом нельзя отмахиваться, это нельзя не видеть. Но с другой стороны, необходимо понимать, что гражданское общество сейчас, это тот питательный бульон, который позволяет говорить о том, что у нас есть перспектива модернизации для страны. И есть возможность вырваться из этого постсовкового действительности, в которой мы сейчас все живы. Ну, не лежат ли определенные опасности в том, что гражданское общество движется быстрее? То есть, правильно ли оно движется в ту ли сторону? Готовно ли оно само определять направление движения? Гражданское общество, понимаете, говорить гражданское общество, это все равно, что говорить слово народ. Народ – это набор каких-то социальных групп, у каждого свои интересы, например, у каждого свои методы продвижения своих интересов. Гражданское общество, это тоже, например, благотворительные организации, когда принимали 10.49, были очень против, например, а Координационный совет по гражданской обществу при президенте говорил, что это очень большое достижение 10.49. Поэтому в данной ситуации гражданское общество нельзя объединять как единое. Это очень разные группы, это разные интересы. Я бы, честно говоря, действительно ушел бы от таких вот обобщений и терминов гражданского общества. Я бы говорил, что есть различные социальные группы, есть различные территории, есть различные группы интересов. И общественные организации и другие юридические формы представления этих интересов пытаются добиться то ли денег, то ли какие-то преференции. Там идет тот же самый лоббизм на уровне. Поэтому в данной ситуации то ли они хотят продвинуть интересы, скажем так, каких-то доноров, которые считают, что должно быть так и так-то. Поэтому я хотел бы сказать, что необходимо все-таки усилить акцент на социально-экономической активности непрерывных организаций на уровне местных общин, на уровне помощи людям. То, что сейчас каким-то образом систематизировать волонтерскую работу именно в контексте социальной сферы, выделить деньги из социальной сферы на эту деятельность системно, чтобы был предмет, например, четко просчитываемый. Волонтерской активности. Мы сейчас имеем другие проблемы. Волонтеры, завозя определенные, получая грузы, то есть занимаясь, по сути, благотворительностью за границей, сейчас говорят о том, что им нужны более расширенные права именно в социально-экономической сфере. В плане завоза в Украину различных медикаментов, завоза этого. Насколько это возможно? Ну, опять же, вопрос касается системы. У нас происходит система, например, с ними говорим о медикаментах, происходит реформа системы здравоохранения со всеми Ватиканщиками. Там Юнисефу передается право закупок, например, ну и другие аспекты. То есть в данной ситуации трудно сказать, что нужно сделать для всех. Потому что мы должны либо понимать, какую роль играет общественная организация в жизни, в социально-общественной жизни общества. Потому что мы даже непонятно, какую сторону мы строим. Либеральную, социально-демократическую. В зависимости от того, если это либерально, то государство деньги оставляет больше на местах. И тогда народ сам решает все эти вопросы. Если социал-демократическая, тогда государство берет больше налогов и само устраивает систему социальной защиты и всех этих социальных вопросов. У нас, грубо говоря, вся система участия неправильственных организаций в социально-экономической жизни должны каким-то образом координироваться с общей экономической политикой, с общим экономическим видением. Вы знаете, сейчас у нас очень много проблем накапливается и небольшие вызовы, и стратегирование это важно. Я всегда говорил, что необходима стратегия развития государства, необходима модель развития, к чему мы движемся. Но способом, таким оперативным вмешательством может быть создание прозрачных схем тендерных закупок, создание онлайн-сервисов для того, чтобы контролировать распределение бюджетных средств, возможность доступа волонтеров к аудиту общественных средств. Такие вещи, их можно внедрить, их можно сделать более эффективными и таким образом снять коррупционную составляющую. Волонтеры о чем говорят? О том, что они не могут провести через границу скорую помощь или медикаменты. Это требует определенной специфической схемы растамаживания и оплаты всех сборов. А там, где есть специфическая сфера, она не прозрачна, там есть коррупционная составляющая, значит, стоит кому-то заплатить. И все эти вещи, они, конечно, вызывают определенное раздражение у гражданского общества и определенные претензии к власти, которые сохраняют коррупционные механизмы. В то же время, когда мы говорим, принят закон о прозрачности общественных финансов, который требует от власти создания электронного сервиса для контроля над бюджетными расходами. В действительности, сервис не создан, не выделены деньги, практически заблокировано его создание, непонятно техническое обеспечение. И более того, государство всячески, Минфины в первую очередь, всячески препятствует созданию подобных ресурсов на местном уровне. И даже принятие разработки закона, внесения изменений в закон, который позволил бы требовать от местной власти, из полкомов и мэров создания подобных ресурсов в городах и селах. Таким образом, открывается весь бюджетный процесс. А для этого надо всего одно, маленькое внесение изменений в бюджетный кодекс. И все. Я хочу сказать, что тут в каждом министерстве свое управление преследует свои интересы. Это по многим министерствам. Поэтому, естественно, что многие министерства просто не хотят раскрывать свои базы данных и хотят сами ими пользоваться. Это во многих странах бывшего СССР происходит. Хочу бы сказать, что достаточно много денег Всемирный банк выделял на создание баз данных по социальным вопросам. Они тоже достаточно в зависшем ситуации. О чем идет речь? Одним простым методом мы не решим проблемы. Все равно это комплексный подход. И нужно понимать модель экономики, которую мы будем создавать. То есть какая она там будет промышленная, ресурсная, туристическая. Спасибо. На этой ноте мы заканчиваем. Напоминаю, с вами была «Единая страна» в эфире первого. Ее ведущий Владимир Карагар и мои гости Игорь Каминник и Виталий Кулик. До свидания. Спасибо.